Блокировка Инстаграм в Российской Федерации. Зачем вообще включать ВПН, для того, чтобы наблюдать за этими хануриками, которые себе позволяют такие нехорошие вещи. Студвесна КФУ продолжается. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ася Ашихмина. Завод Татхимфармпрепараты посетил сегодня президент Атарстана Рустам Мениханов. В осмотре производства также принимали участие представители КФУ. В лице временно исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского и проректора по биомедицинскому направлению Андрея Киясова. Напомним, что по инициативе ректора КФУ Ильша Тагофорова в структуре ВУЗа был создан собственный научно-образовательный центр фармацевтики, а также запущено опытное производство по разработке организации, производство инновационных лекарственных средств и субстанций, в тесном сотрудничестве с Татхимфармпрепаратами. Институт физики планирует продвигать геодезию сельскохозяйственного картографирования Казахстана и Средней Азии. Задача заключается в том, чтобы за 3-4 года покрыть полностью территорию и оцифровать ее. Эти вопросы обсудили навстречу руководства Института физики с представителями Государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий Республики Казахстан. Наша цифровая карта предназначена для кадастра. Она является основой для почвенных изысканий, для геоботанических изысканий, для налогообложения, то есть когда балбанитет поставят, когда наличие дорог, отдаленность от населенных пунктов, будут коэффициенты ставить и более объективная налогооблагаемая база получится. На территории России с 14 марта заблокирован Инстаграм. Такое решение было принято Роскомнадзором из-за публикации материала с призывами к насилию в отношении россиян. Как ограничения повлияют на пользователей, смотрите в следующем сюжете. На минувшей неделе Генеральная прокуратура приняла решение о запрете социальной сети Инстаграм в России. Официально об ограничениях пользователи узнали из рассылки интернет-портала госуслуги. Решение обусловлено необходимостью обеспечить психологическое здоровье граждан. В первую очередь детей и подростков. И для нас ограничение вот этой вот виртуальной границы, оно будет психологическим, определенным психологическим испытанием, определенным информационным стрессом. Почему информационным? Потому что по теории Ганса-Селье, любая стрессовая ситуация несет информационную такую вот подоплеку. Психологи отмечают, в текущей ситуации важно обсуждать свои мысли в кругу друзей, либо со специалистами. Большой проблемой блокировка стала в первую очередь для предпринимателей и представителей интернет-профессий. Однако многие пользователи нашли альтернативные варианты существования в сети. Перенос аудитории в телеграм-каналы, использование технологий VPN. Если уже есть решение государства, что сегодня данные платформы ведут деятельность очень близкую к экстремистской, то зачем вообще, вот если ты уважаешь не только свое государство, а вообще себя, потому что экстремистская деятельность против тебя направлена, как гражданина этого государства, зачем вообще включать VPN для того, чтобы наблюдать за этими хануриками, которые себе позволяют такие нехорошие вещи. В настоящий момент никакой ответственности за использование VPN в России не предусмотрено. Эксперты отмечают, что в некоторых случаях наказуемо лишь распространение экстремистской информации. Маргарита Михайлова, Людмила Сидунова, Универньюс. В Казанском медуниверситете прошло очередное заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Одним из главных вопросов повестки дня стала организация учебно-воспитательной работы вузов в современных условиях. Опыт Казанского федерального университета в данной области представил временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Он подчеркнул, что на современном этапе развития проблемы учебно-воспитательного процесса в университетах и вопросы организации внеучебно-воспитательной работы являются особенно актуальными. Благотворительная ярмарка прошла в лицее имени Николая Лобачевского. Обучающиеся лицея КФУ подготовили видеопоздравление с праздничным концертом, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Ученики лицея всегда с нетерпением ждут возможность уделить внимание бабушкам и дедушкам. Век информационных технологий книги можно не только читать, но и смотреть, слушать и даже общаться с их героями. Как создателям книги «Век открытий» удалось подружить бумажный носитель с технологией дополненной реальности? Смотрите далее. В Национальной библиотеке Татарстана состоялась презентация книги «Век открытий». Она расскажет о ста великих архитектурных проектах республики. Это первая книга с дополненной реальностью в Татарстане. Это инновационное явление на самом деле. Таких книг еще у нас в библиотеке не было. Я надеюсь, что многие те, кто занимается книгозданием, обязательно будут применять вот эту технологию. Это очень современно. Над проектом работали около года. Книга имеет пять видов визуального контента. Она позволяет читателю не только познакомиться с историей республики Татарстан, но и заглянуть в мир иллюзий. При помощи технологии дополненной реальности и смартфона читатель погружается в историю. Он становится участником строительства великих памятников архитектуры и быта. Обращается к историческим личностям. Идея создания этой книжки возникла, в принципе, еще в высшей школе журналистики, поскольку я вела магистратуру трансмедиа-сторителлинг. И вот идея того, что мы сегодня рассказываем истории на разных площадках, возникла оттуда. Когда мы с ребятами разбирали возможности создания каких-то мультимедийных проектов, которые будут завязаны на рассказывании небольших сторителлингов, таких историй. Я вот 20 лет работаю уже в издательском деле, но впервые для создания книги были привлечены видеогруппы. Это были съемки, монтаж, это были аэросъемки. На квадрокоптере мы сделали 35 только коротких видеопролеток. IT-технологии позволили создателям показать эволюцию татарского наследия. Специалисты берут за основу исторические памятники и проводят параллель с настоящим временем. Два зодчих, русский и татарский, они красной нитью идут через всю книгу. Они показывают нам, как на обложке строился сначала деревянный Кремль, затем белокаменный. Мы за референс этих героев взяли действующий настоящий памятник, который стоит в Кремле. Все приходили туда, рисовали с него и затем в программах это все моделировали. О дальнейшей судьбе проекта говорить пока рано. Однако создатели и гости, приглашенные на презентацию книги, отметили ее потенциал. Возможно, эта книга будет еще раз тиражирована дополнительным тиражом и сделает такой более простой вариант какой-то, но доступный для туристов, для наших, для жителей Татарстана. Прикоснуться к истории Татарстана может каждый. Книга доступна в Национальной библиотеке города Казани, а оживить ее поможет мобильное приложение. Карина Бравцева, Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. Самое масштабное и важное мероприятие для всех студентов без исключения – это ежегодный фестиваль «Суденческая весна». Ребята со всех факультетов очень ответственно подходят к выбору программы и ее подготовки. Заключительный день прошлой рабочей недели порадовало всех концертами Института психологии и образования, Института фундаментальной медицины и биологии. Студенческая весна в Казанском федеральном университете продолжается. А это значит, что всем преданным поклонникам фестиваля еще предстоит просмотр талантливых номеров и театрализованных показов. Неспроста данное мероприятие славится бесконечными положительными откликами среди зрителей, принимающих участие артистов. Ведь обе категории людей получают порцию безудержного веселья и безграничного наслаждения. Открыли третий день фестиваля Институт психологии и образования. Концепция программы от начала и до конца строилась на теме красивой цветочной сказки, в которой были раскрыты различные аспекты жизни. Декорации и повсеместное оформление красивыми растениями только улучшило общее восприятие концерта. Знаешь, если говорить с профессиональной точки зрения, то у каждого букета должна быть своя индивидуальность, своя изюминка. Поэтому смотри, сейчас мы вот тут немножечко подправим. Следующими свою программу показал Институт фундаментальной медицины и биологии. Студенты представили свое выступление в лучших традициях мюзикла. Артисты поразили зрителей количеством качественных танцевальных и вокальных номеров. Ноты в аккорда сами себя не сложат. Другой раз говорил я. Потом. 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 Оба концерта завершились традиционными песенными номерами, во время которых на сцену вышли все участники мероприятия. Напомним, что фестиваль продлится до 18 марта. Билеты можно получить в студенческом клубе, а также в институтах Казанского университета. Карина Саяхова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Ася Ашикмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok